Всем привет. Приходится приседать, я целиком в зеркало не вхожу. С вами Лена. Снова из Кипема. Южный Гуа. 6 мая. Сколько у нас времени? 15.33. После 4 часов, я надеюсь, что-нибудь будет работать. В Гуа существует сиеста, но не знаю, как это все будет работать в локдаун. Нам разрешено доходить до магазина и покупать продукты. То есть продукты и медикаменты покупать можно. То есть я сейчас не нарушаю никаких правил, выходя из отеля. Но у нас в отеле на выходе поставили человека с этим самым, с приборчиком, замеряющим температуру. Поэтому я не очень понимаю, что будет, если у меня температура окажется повышенной на входе или на выходе. Ну вот, у меня в отеле, то есть в прошлый раз я вечером выходила вот купить яйца в ближайший магазин. Но я поздно выходила, там совсем было темно. Так что яйца у меня в наличии. То сейчас и меня замерили, первый раз замеряли. Если сейчас будут замерять температуру, я опять же вам это покажу. Ну вот, обратите внимание. Отель-помойка. Вывоз мусора, не, не слышали. Не, не слышали. То есть вывоз мусора у нас это делается так. Не, а зачем вывозить, мы же его сожжем. После сожжения помойка выглядит вот так. В Индии никогда не уничтожают мусор, чтобы его не было видно. В Индии мусор уничтожают так, чтобы на месте сжигания мусора все равно оставалась помойка. Помойка это обязательно. Без помойки в Индии, в Гоа, жить нельзя. Помой, ну вот как бы, они думают, мы сожжем, да. Но после сожжения здесь все равно будет помойка. И причем вот здесь одно сожжение, второе, третье. То есть и вот это вот все поле станет одной большой помойкой. Ну потому что не вывозить же мусор. Зачем? Вывозить мусор это неправильно. Это не по-индийски. По-индийски надо, чтобы у тебя была помойка. Помойка? Это по-индийски. Помойка это правильно. Посмотрите, возле домиков прибрали, да? Возле домиков чистенько. А вот отходим от домика на сантиметр. Даже внутри отеля. Вот смотрите, вот здесь убрали, а вот здесь бросили. Это Индия. Индийцы без помойки жить не могут. У них это потребность. Причем все, кто живут в Индии, они говорят, что они помоек не видят. И они говорят, что как у них это выглядит. А звучание такое, что мы просто не смотрим, мы смотрим на прекрасное. Для любой навозной мухи любая помойка это прекрасное. И поэтому прекрасные помойки Индии для прекрасных индийских навозных мух это просто, ну, они очень позитивные. Температуру? Сегодня не? Сегодня не? Спасибо. Ну вот, замечательно. Сегодня температуру уже не замеряют. Видимо, это какой-то рейд просто был, под который я попала. Ну, а как только вышли за территорию, то тут уже не в отдельных местах помойка, тут повсеместная помойка. Ну, ладно, про помойки я рассказывать не буду, вы просто знаете, да? То есть, как бы, даже если вы ее не видите и вам это не показывают, она здесь есть. То есть, это то, что даже если вам это не засняли, оно есть. Помойка это естественное состояние Индии. Вот. Видите, как это делается? Вот так. Любая ямка, все, что угодно, все. Вся территория, вся площадь Индии равномерно покрыта мусором. Показываю. Вот ближайший к моему дому магазинчик. Стор. Он закрыт. Может быть, откроют позже, может быть, не откроют. Вот ближайший к моему дому овощной магазин. Он закрыт. Но он закрыт давно. Смотрим дальше. Обратите внимание на канал. Уровень воды упал на сколько? Сантиметров на 30. Это связано с тем, что время полива и посадки закончилось. Сейчас время сбора риса, уборки урожая. И поэтому в каналы перестали закачивать воду. В какой-то момент настанет время, когда этот канал просто пересохнет. Это не река. Здесь сюда не поступает вода естественным образом. Сюда вода поступает только за счет насосов. Сюда закачивают воду из реки. Не знаю, видно вам или нет. На дне появились водоросли. Но когда канал пересохнет, они высохнут. Вот смотрите. У этой семьи какой-то праздник. Эта семья занимается сбором дров. У этой семьи всегда находится поленница. Вот поленница, а вот здесь эта семья жгет мусор. То есть этой семье кажется, что если вот там во дворе они прибрали, а вот здесь бросили мусор, ой, смотрите, какие шикарные у них падают плоды. У них огромная манга. Просто огроменная шикарная манга. Вот. Но эта семья считает возможным вот здесь жечь мусор и все время содержать здесь помойку. Это менталитет местного населения. и это менталитет русских живущих вуа. Жить в помойке. Главное во дворе подмел, а выходишь из дома и здесь мусор. Это принципиальное отличие. Если европейцы напротив своего дома убирают и говорят, что там в маленьких поселках они могут даже дорогу с шампунем помыть напротив своего дома, то здесь нет. То здесь прямо у себя под окном напротив собственного дома ты разводишь помойку. Ну вот смотрите, вот приличный дом, вот место сжигания мусора. Вывоз мусора не не слышали. Зачем вывозить мусор и платить деньги за вывоз мусора, когда можно устроить помойку прямо у себя под домом. Чуть не сбил. А вот там у меня магазин тоже закрыт. Ава-Мария. Несмотря на то, что у нас разрешена работа магазинов, вот мясной... Ай! Ай-яй-яй-яй-яй. Мясной магазин не закрыт, а вот мини-маркет закрыт. То есть есть люди, кто закрывает свои магазины не по указке сверху, а по собственной воле. Причем этот магазин закрыт на протяжении всего локдауна. То есть они его просто не открывают. Здесь сейчас нет рабочих, но здесь сушат рис. идем дальше. Мы наблюдаем ближайший к моему дому работающий магазин. Сейчас мы туда заглянем. Здесь даже веревочки используются в этой семье. Или потому что забора нет. Обычно они на грязных заборах сушат. Но здесь вот на веревочках. есть яйца есть лук чеснок и чили. Я только делаю видео. Нет, если не хотите я пойду. Нет проблем. Он почему-то не хочет чтобы я снимала. Но я предупредила. На самом деле в магазине ничего особенного нет. Нормальный магазинчик. Идем дальше. вот я пришла на наше деревенское место погребения. То есть здесь на данный момент вся зола выгребена и никаких следов обряда нет. Хотя выгребали конечно не так чтобы очень давно. То есть возможно здесь дней пять назад было погребение. Потому что еще канаты лежат. такое. Вот. Там у нас почти не использующийся place. Ну а здесь место где народ все это отмечает. Что я вам могу сказать. Смысла показывать вот эти деревенские или мелкогородские места кремации нет никакого. Дело в том что таких мест кремации в Индии очень много. их очень много. То есть они находятся абсолютно везде. То есть вот абсолютно везде. Вот там видите там заросло там уже много лет не использовалось. О чем это говорит? Сообщаю вам это не говорит ни о чем. Потому что мы не знаем то есть это ни мне ни вам никому либо другому ничего не скажет про статистику. Дело в том что мы с вами не знаем как часто здесь проводились погребения в прошлом году в позапрошлом году и три года назад. То есть погребения здесь происходят только в случаях если конкретно этой деревне никто не умер. Кто-то умер. То есть здесь не находится допустим городское кладбище или там районное кладбище. Дело в том что в других странах вопрос захоронений они более заметны по причине того что всех людей захоранивают в определенных местах а здесь в каждой деревне а то и пять мест в одной деревне может быть подобных бёрнинг лейсов и сделать какие-либо выводы невозможно вот судя по золе судя по золе достаточно свеженькой ее еще ветром не сдуло кости уже убрали но золу еще не сдуло ветром и еще не прибило дождями дожди были совсем недавно эту золу дождем не прибивало то есть похороны кремация в этом месте проводилась после последнего дождя дождя кто же на такое обращает внимание ну точно не гуанские блогеры они если показывают вам место кремации они показывают вам его издалека причем бывает такая ситуация что допустим костер уже чист его уже разобрали но надо внимательно посмотреть вокруг не стоят ли там тазики у них если не приехали родственники и не забрали останки то работники крематория вот эту золу они ее выгребают складывают в тазик какое-то время хранят а потом все-таки выкидывают в речку рассказ про то что нигде у нас не плывут трупы по реке дело в том что трупы по реке даже раньше плыли редко потому что в реку сбрасывали либо трупы самоубийц либо младенцев и очень маленьких детей которые считалось трупы самоубийц недостойны сожжения то есть недостойны лучшего будущего а младенцы еще не успели нагрешить и совсем маленькие дети поэтому исторически в Индии по рекам и всегда это плыло трупов ну не очень много но когда идет кремация на открытом воздухе на открытом огне кремировать тело целиком не получается даже с учетом что после того как костер прогорел и тело там дотлевало в углях еще три дня все равно то есть количество дров разными семьями используется разное то есть чем богаче тем больше дров и тем качественнее дрова чем беднее семья тем меньше дров и соответственно у бедных семей после кремации частей трупа остается больше у богатых меньше но в любом случае это никогда не сгорает полностью до до пепла то есть полностью труп сгорает только в электрическом крематоре поэтому после кремации вот эти угли остатки трупа это чаще всего тазобедренные кости там какие-нибудь плечевые кости но то что покрупнее а если это бедная семья и дров было не очень много то это может быть даже с остатками мяса они сбрасываются в реки так делают в каждой деревне объясняю крематорий есть в каждой деревне вот есть три дома и у них точно есть место где они кремируют соответственно каждую речку каждые там ну от поселения до поселения постоянно на протяжении тысячелетий скидываются трупы но это остатки тел недогоревшие и определить что это труп вы можете при условии если вы знаете как это выглядит и если это вы выловите из реки поэтому рассказ товарищи у нас здесь никто не плывет ну блин ну ты спустись в реку и полови так как чаще всего кремации проводятся вечером часов 6-7 вечера а труп горит ну часов 10 наверное потом он значит там остывает три дня ну и обычно их в реку тоже сбрасывают вечером поэтому если вы находитесь в месте кремации то труп если остатки трупов надо наблюдать вечером а если вы находитесь достаточно далеко от поселений то мимо вас вот эти остатки трупов могут проплывать в любое время но дело в том что этими остатками ими питаются рыбы крокодилы черепахи ну то есть они на самом деле далеко не плывут поэтому попытку опровергнуть факт увеличения кремации в Индии но это очень трудно сделать а самое главное что это не то что трудно это даже нереально потому что увеличение числа кремации все-таки происходит и нет смысла показывать маленькие и не ковидные борнинг то есть если кому-то хочется получить более-менее хоть какую-то достоверную информацию нужны места и что вы на меня гавкаете ну подойди понюхай ну подойди понюхай не гав а хвостом виляем ну ладно пойду медленно ну они худенькие хлеб им надо отрабатывать это ты его учишь гавкать ну ладно это мама с сыночком она его учит на меня гавкать вот ну как-то так не поддержали их то есть у них им не повезло со мной вот здесь вот чистенько внутри вычистили а вот тут ой даже чистенько сожгли ой какие молодцы сожгли чистенько ну вот здесь не чистенько ну ладно так вот про крематорию дело в том что чтобы сделать статистический анализ насколько увеличилось количество кремаций необходимо посетить крематория в которых и до ковида были ежедневные кремации или там где были ежедневные кремации в прошлую волну коронавируса чаще всего такими местами могут быть места с отказниками потому что в Индии есть люди у кого нет денег на погребение и они просто отказываются от трупов а так как смертей становится больше и не все из умерших из благополучных семей то отчасти ковидных трупов тоже отказываются и то что вам показывают вот этот крематорий из Дели это крематорий с отказными телами почему их хоронят волонтеры от этих тел отказались родственники и чем хуже ситуация со смертями в стране тем больше отказных смертей и в таких местах это видно а в маленьких деревенских или городских крематориях вам для этого нужны работники этих крематориях и вам нужно их опросить и нужно быть уверенными что они вам сказали правду потому что люди могут приврать как в плюс так и в минус а то что вы видите собственными глазами это ну как вам сказать ну видеть одно а знать другое то есть вы можете видеть и не понимать то что видите или вы можете видеть неполную картину то есть как бы это так называемое мозаичное мышление оно присутствует у маленьких детей особенно ну двух лет то есть маленький ребенок считает что если он закрыл глаза и вас не видит то и вы его не видите тоже более старшие дети и даже некоторые взрослые у нас возникает ощущение что если закрыться одеялом то ничего страшного с тобой не произойдет хотя чем старше ты становишься тем сложнее это срабатывает почему потому что у тебя появляется знание а индийские проститутки ну так называемые модели танцовщицы наркоторговцы так называемые фрилансеры и всевозможное жулье так называемые коучи которые все чему-то учат то есть вот эта вот вся шушера занимающаяся заработком в Индии чего делать в Индии нельзя вся эта шушера она придерживается позиции все хорошо и раз мы рассказываем что все хорошо значит мы хорошие то есть у них такая позиция если ты будешь все нахваливать и говорить все хорошо то и тебя все будут считать хорошим на самом деле индийский уголовный кодекс думает по-другому от того что они нахваливают Индию индийцев и отрицают наличие в Индии проблем которые Индия сама не отрицает и пытается их решать ну в общем их положение от этого не становится более легальным более слово потеряла детали и когда вы видите замечательного блогера который вам рассказывает про замечательное проживание в Индии и про райский остров всегда спросите чем он зарабатывает на жизнь наркоторговлей проституцией или разводиловым потому что жить то на что то здесь надо то есть если индийцам приходится в Индии работать если в России людям приходится работать если для того чтобы снимать жилье людям приходится работать почему у них есть жилье у моря за которое надо платить почему у них есть фрукты которые здесь не дешевые и почему они могут ничего не делать и наслаждаться жизнью вопрос какой у них источник дохода если вы скажете сдают квартиру ну если в центре Москвы и большую то да но я сомневаюсь что у них у всех шикарные дорогие квартиры в центре Москвы а если это какая-то халупа то на эти деньги жить и наслаждаться жизнью нельзя потому что есть разница жить и наслаждаться и бомжевать и выживать это как бы разные очень разные варианты здесь шумно я уже много наснимала а на самом деле упорно надеюсь что это связано не с локдауном потому что было разрешено так маску я надену черт я опять не подключила микрофон приношу свои извинения я прицепила микрофон но я его не включила мне еще надо привыкнуть включать микрофон следующее видео буду уже делать с микрофоном в общем я очень надеюсь очень надеюсь что это не связано с усилениями мер и что все-таки это просто еще не время нет это не автобус это грузовик автобусы не ходят это меня очень огорчает из-за локдауна куриный магазин закрыт так вот что-то как-то нехорошо мне становится ребята ну время к четырем часам уже надо бы открываться так так и супермаркет закрыт так давайте не будем мне говорить hi how are your business how are your business i ask you about business not too many ну вот видите у продавщика гробов бизнес вверх не идет но дело в том что ковидных даже христиан их тоже положено сжигать то есть поэтому ему я верю хотя на самом деле последнее время он мне все время говорил разные цифры ну ладно раз говорит бизнес даун значит бизнес даун это вот я к чему потому что потому что люди 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 уже начинают фильтровать информацию которую они выдают людям с монитором и людям с фотоаппаратом так всем пока следующее видео буду уже снимать с микрофоном я обещаю его включить и возможно оно даже выйдет сегодня вот еще недавно все темплы работали что-то мне подсказывает что оппозиция таки допинала нашего чиф-министра и у нас таки пошли ужесточения мер по ковиду то есть у нас чиф-министр очень не хотел вводить ограничения на бизнес и ограничения на религиозные собрания он сопротивлялся как мог ну может быть еще все-таки три часа может быть к пяти все откроется сейчас все посмотрим посмотрим пойдет ли у меня запись звука я наконец-то подключила микрофон я первый раз снимаю с микрофоном мне много раз говорили про звук и сегодня я уже шла с микрофоном на петлице но при этом я его не воткнула в камеру а сейчас время четыре часа тридцать минут и на этой площади закрыто все кроме единственного государственного супермаркета то есть государственного городского все частные магазины закрыты я спросила откроются ли эти магазины после пяти часов мне сказали что да то есть я надеюсь что это не ужесточение локдауна и местное население сказало что нет но я специально проторчу здесь целый час потому что вот эта картина здесь я ее не видела никогда вот тот желтенький магазинчик он работал всегда то есть он не закрывался даже на сиесту я всегда приходила и платила там за интернет в любое время дня а сейчас работает только единственный магазин в котором я закупилась я а ну еще вот я вам показывала у меня рядом с домом один магазинчик где меня дяденька прогнал аптека нет все же откроется то есть вот эта аптека была закрыта вот время полупятого и аптека открылась Гуа это бывшая португальская колония и здесь есть традиция сиесты они закрываются в полуденную жару нет они все-таки открываются то есть ужесточение локдауна в настоящий момент пока еще не наблюдается поясняю я ничего не нарушаю по закону я имею право дойти до этого магазина и сделать покупки я имею право прийти в эту аптеку и сделать покупки то есть мой выход из дома днем до начала комендантского часа и похода в ближайший магазин где я могу купить нужные мне товары является легальным еще раз повторяю ничего не нарушаю я не трус но я боюсь сейчас приостанавливаю запись и натягиваю маску маску не надевала потому что слышимость будет плохая хотя я с микрофоном ну ладненько и ни одного автобуса то есть я отсюда никуда не уеду зато вот у нас амбуанс скорая помощь обратите внимание на номер 108 в Индии есть скорая помощь и номер скорой помощи 108 если вам вы в Индии вам стало плохо вызывайте скорую помощь при приезде скорой помощи если у вас нет миллионов то надо говорить что нет денег везите в государственную клинику потому что эти скорые помощи отвозят автобус автобус а мне сказали что автобусы не ходят так он остановится и прям таки высадит людей ну вот сэр я хочу спросить это государственная басса я могу использовать если я не хочу в Маргау я могу ждать чудеса да и только я сейчас еще раз спрошу сэр before I listen bus it stop bus not work now I see bus do you can't give me information bus really really work а yes так так будем почитаю то есть первые три дня локдауна они были без автобусов а сегодня вечером я пойду читать информацию про про государственные автобусы сегодня я буду гуглить и смотреть что у нас со второй частью локдауна с продлением и может быть хотя бы части автобусов разрешили ходить то есть для меня это очень важно я привязана к автобусному сообщению ну так вот скорая помощь это 108 и скорая помощь вас отвезет с наибольшей вероятностью в какую-нибудь частную клинику там где с вас возьмут деньги поэтому если у вас денег нет или их недостаточно для оплаты частной клиники говорите чтобы вас везли в бесплатную то что я рассказывала про зеленые помидоры это не Россия страна вечно зеленых помидор это Индия страна вечно зеленых помидор их привозят издалека и всегда привозят с зелеными how much repeat а торти 30 рублей килограмм то есть вот такие помидоры стоят 30 рублей килограмм я бы даже взяла но они совсем зеленые я поищу может быть я все-таки где-то покраснее найду how much apple 200 200 this yes this is one kilo this how much 180 180 180 килограмм яблоки невкусные из-за 200 груши каменные из-за 180 нет наверное я не могу себе это позволить карри флауэр ладно у меня по дороге домой есть магазин вот это частный магазин а есть еще так называемые государственные магазины где устанавливаются цены государством я буду надеяться что я смогу что-нибудь купить из овощей в государственном магазине по привычке прижимаю к себе камеру чтобы было лучше слышно забыв что я с микрофоном я могу отодвинуть камеру от себя на расстоянии полуметра так ну вот открылся куриный магазин в этом магазине я покупаю хлеб и в этом магазине я покупаю яйца здесь яйца на 10 рупий за десяток дешевле чем в других местах но я могу сделать видео но но проблем ну вот а что не разрешил а что бы вот пиццерия было написано что кафешки работать будут тейковые то есть можно будет купить и взять на вынос но мой второй заход во время локдауна показывает что никакого тейковые нет никто ничего мне здесь на вынос не продаст а что не разрешают хороший магазин я его люблю и еда тут вкусная так а я сейчас выключу камеру и пойду что-нибудь посмотреть а я вот сейчас стою и думаю а как он головой мотал отрицательно или утвердительно дело в том что у нас похожие жесты имеют прямо противоположное значение блин я никогда не видела это все таким закрытым нет мы будем надеяться что они хотя бы к пяти откроются сколько у нас сейчас времени без 25 то есть несмотря на отсутствие запрета на работу никто на работу не вышел запрета на закрытие продуктовых магазинов не было но вот аптека работает а продуктовые не открывают они обычно в четыре в четыре тридцать в пять уже открываются то есть судя по всему в моем поселке это какая-то личная инициатива потому что мне сказали что никакого спец запрета на закрытие этих магазинов не было то есть хозяева этих магазинов они закрылись сами нет ну может они ленивые может они попозже придут так ну вот здесь один из самых дорогих киосков я даже цены здесь спрашивать боюсь а маску надо надеть какого манго какого манго 50 кг 150 кг 150 кг 150 кг 150 кг это по местным меркам даже дешево так сейчас выключаю буду думать ну вот вопрос то есть здесь мне продали манго по 100 вот такие манго по 150 рупий за килограмм но спрашивала для меня стоящая здесь женщина и спрашивала она на конкане на местном языке и видимо из-за этого прайс был такой а через дорогу я спросила намного более плохонькие манго и мне там сказали 400 рупий за килограмм а совсем маленькие где одна косточка мне сказали 200 рупий за килограмм ну вот уличных торговок покупать дешевле всем кроме европеоидов именно именно для европеоидов эти тетеньки завышают прайс 4 раза то есть но она абсолютно уверена что мне по такому прайсу продавать и надо так и там ничего не открылось нет я это место таким пустым не видела что что из этого следует из этого следует что конкретно жители моего поселения получая владельцев местных магазинов ушли на карантин самостоятельно то есть вот этот магазин не открылся вон те магазины не открылись а это продуктовые магазины то есть по большому счету если бы сейчас не работал государственный супермаркет то ничего нигде я бы не добыла весь мой кипем ушел на добровольный карантин вот мунвайт они имеют право продавать тейковей то есть как бы на вынос но они закрылись так сейчас по вот этим пройду кафешки работать могут на вынос кстати про автобусы дело в том что автобусов в Индии городских очень мало но есть еще и частные автобусы большинство из воза в Индии это частные автобусы и судя по тому что происходит каким-то определенным государственным автобусом которые ходят по расписанию на дальние расстояния что-то мне подсказывает что это в принципе междугородний был автобус потому что там ну вид у него такой был но не как местные местные они у нас тут по-другому выглядят потому что рассказывали про то что все автобусы закроются ну возможно возможно это реально между ну какой-то на длинные расстояния городской автобус буду искать буду искать информацию сколько у нас времени 4.55 то есть фактически 5 часов и никто не открылся никто не открылся так мой кипем ушел на добровольный локдаун то есть вот это продуктовый магазин запрета на его работу нет они могут работать вот это кафешка внизу они имеют право продавать еду на вынос это частное заведение никто из них не открылся ну таки блин ну таки блин вот к вопросу о том как функционирует Гуа и здешняя позиция и оппозиция то есть даже если чиф-министр сказал что закрывать мы все будем в крайнем случае если тут блин вымрет половина штата то когда начинаются крики оппозиции часть бизнеса несмотря на отсутствие запрета сверху закрывается само то есть эта система функционирует без указки сверху для того чтобы они перестали работать и перестали обслуживать клиентов им даже чиф-министр не нужен они блин сами так решили что мы в своей деревне на работу не выходим на самом деле в прошлый локдаун у нас наблюдалось то же самое белка убежала на самом деле в прошлый локдаун у нас наблюдалось то же самое у нас на самом деле местные закрытия были более длительными и более жесткими чем их даже главное правительство центральное правительство выводило причем это было не на уровне штата не на уровне руководства штата а на уровне просто соседей у них есть понятие район то есть вот они все работают по соседству живут по соседству и здесь есть не то чтобы даже местное самоуправление нет именно самоуправление то есть существует местное самоуправление и оно как бы это сказать неофициальное то есть они вот взяли договорились и сделали еще два дня назад в это время суток продуктовые магазины работали и кафешка на вынос работала я просто выходила тогда купить яйца и как раз у этого куриного магазина закупалась я так понимаю что куриный магазин закрылся не закрылся по причине того что это сеть и руководство у них сидит где-нибудь в Панджиме или в Дели и они как и государственные магазины не могут просто участвовать в местном договорнике то есть работают именно сети а частники что по ту сторону реки что по эту сторону реки никто не вышел на работу в моей деревне в моем райцентре и вот в этом вот вот в этой части никто не вышел на работу из работников продуктов вот супермаркет ну может быть хоть он открылся он в принципе в этом районе крупный в этом районе крупный если он не не откроется это будет очень неудобно открылся открылся все ура я пошла закупаться я пошла в этом районе я пошла отверстие